Бояться не надо ничего. Надо ли быть осторожными? Очень надо быть осторожными, потому что, еще раз подчеркну, грипп H1N1 отличается от других тем, что может давать быстрые и серьезные осложнения. И наша с вами задача, и задача каждого человека, следящего за своим здоровьем, этих осложнений постараться не допустить. Все меры профилактики точно такие же. Это почаще мыть руки, потому что имеется сведения о том, что он может передаться и контактам, это не стесняться носить маску, это принимать профилактические лекарственные средства и это ограничивать свои контакты. Если у вас есть возможность у любого человека отказаться от пребывания в каких-то местах массового скопления, где можно иметь контакт с заболевшим, то от этого надо отказаться. Из противоэпидемических мероприятий на сегодняшний день в области, я уже сказал, введена ежедневная отчетность и мониторирование ситуации. Раз. Введены карантинные в лечебных учреждениях. Два. По школам на сегодняшний день ничего пока не предпринималось, потому что уровень заболеваемости позволяет пока не напрягать учеников, прерывать их процесс. Я прошу очень с пониманием отнестись к тому, что введены карантинные мероприятия в учреждениях здравоохранения. То есть то, что по сути в учреждениях здравоохранения мы родственникам не рекомендуем, не пропускаем их для посещения своих родственников. Почему? Потому что если будет занос в учреждения здравоохранения, эпидемия пойдет по учреждению, по отделению. Если больной человек с ломотой, с головными болями, с температурой выходит из своей квартиры, он должен понимать свою ответственность. Он заражает всех, кто после него пройдет в подъезде, кто поедет вместе с ним в общественном транспорте. Он заразит своих коллег. Поэтому мне огромная просьба при первых признаках обращаться к врачу раз, потому что течение молниеносное. Пневмонии наблюдается осложнение уже на вторые сутки. У нас сейчас есть трое пациентов тяжелых, которые лежат в реанимации до сих пор. Мы боремся за их жизнь. Но если обращаются на третьи, четвертые, а то и пятые сутки, ну иногда медицина может оказаться и бессильной. Поэтому я очень прошу своевременно обращаться. Своевременное противовирусное лечение это уже 50 процентов нашего успеха. Не надо заниматься самолечением. Я обращаюсь к жителям, к работодателям Тульской области. Если у вас один сотрудник пришел на работу больной, и вы сохранили на сегодня рабочую единицу, то завтра у вас может быть минус 5-10 рабочих единиц. Поэтому я вас очень прошу, давайте мы не будем создавать благоприятные условия для создания вот этой цепочки. То есть мы должны ее с вами всячески разрывать и с пониманием относиться друг к другу.